МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Время спорта» на телеканале Самара ГИС. Сегодня я расскажу вам про игру, матч которой можно провести где угодно. На пляже, в спортзале и даже во дворе. Нужно только взять с собой мяч. Волейбол появился почти 130 лет назад. И изначально в него играли баскетбольным мячом. В процессе развития правила, конечно, поменялись. Были утверждены размеры поля, высота сетки и спортивный снаряд. А в 1920 году была организована первая федерация волейбола в СССР. В честь Самарской области в чемпионате России среди мужских команд высшей лиги А защищают игроки клуба «Нова». В 2001 и 2003 годах они привозили домой серебро. А в 2008 заняли первое место. В 2015 год принес команде бронзу. О всех тонкостях игры в волейбол нам расскажет капитан волейбольной команды «Нова» Александр Чифранов. Александр, здравствуйте! Здравствуйте! Как у вас дела? Все отлично! Здорово! Расскажите нам, пожалуйста, почему вы вообще решили заниматься волейболом? Как пришли в эту спортивную стезю? Ну, скажем, изначально, я думаю, родители очень много повлияли на выбор. Ну, не то, что профессия, а вообще связанная, что жизнь со спортом. Потому что у меня мама с папой были грибцы, мастера спорта. И у нас, в общем, в семье не стояло, скажем, ну, такой выбор. Спорт, не спорт. То есть как-то пошло-пошло. Ну и плюс ко всему мама очень много уделяла внимания. Я в детстве водила по всяким секциям. Я много где себя попробовал. Ну и, скажем, как-то волейбол прям, ну, пришелся по душе. Я думаю, во многом благодаря, ну, первому тренеру. Начал заниматься я в Балаково, в Саратовской области. Первый тренер у меня – Решетников Валентин Викторович. После переезда в Новокуйбышевск Александр с 16 лет выступал в первой лиге команды «Нова». В прошлом году встал вопрос о выборе капитана команды. Александр был самым опытным игроком, поэтому занял это почетное место. А вот какую роль капитан выполняет на поле? Ну, во-первых, ну, естественно, так же, как сам игрок играет, выполняет свои игровые задачи. Во-вторых, капитан должен, скажем так, следить за хорошим эмоциональным фоном на площадке. Потому что тренер, он может как внести коррективы, так что-то подсказать, но, то есть, у него ограниченный период времени на это. А я, находясь на площадке, могу, ну, быстрее это донести и какие-то, ну, скажем, ситуации обыграть так, как нужно команде. Я знаю, что спортсмены верят в приметы. У некоторых даже есть обязательные ритуалы перед игрой. Кто-то запрещает себя фотографировать, другие подворачивают носки или рукава. А некоторые перед подачей отбивают мяч определенное количество раз. Давайте узнаем, что помогает побеждать нашим волейболистам. Свои ритуалы, естественно, я думаю, ну, судя по себе, знаю, что есть у всех. Как бы раскрывать их, скажем так, не буду. Ну, у кого-то, скажем, одеть в определенной последовательности кроссовок сначала левый, правый. То есть, у кого-то там завязать нурки определенным способом. Там у кого-то, ну, выпить кофе перед игрой именно там вот в раздевалке. То есть, ну, свои нюансы вроде как, ну, это как больше психологический эффект. А есть какая-нибудь счастливая футболка или там счастливая форма? Пока форма прет, скажем так, вот по, ну, по-игротскому говоря, пока она играет, вот будем играть в ней. Волейбол – неконтактный вид спорта. По сравнению с другими травмы здесь встречаются реже. Для того, чтобы получить удовольствие, эффективно провести тренировку и не навредить самому себе, необходимо размяться и правильно разогреть мышцы. Александр, вот как ваша тренировка начинается? Расскажите, пожалуйста. Так, ну, у нас тренировка начинается с растяжки, с разминки, потом беговая разминка, ну, естественно, потом переходим к работе с мячами. Давайте тогда проведем разминку. Вот что нужно делать? Давайте я покажу несколько, скажем так, базовых упражнений перед, ну, перед началом. А вот какие травмы чаще всего случаются? То есть всего самое зачастую в волейболе – это вот как раз голеностопы, когда ты налетаешь на игрока, скажем, либо, ну, грубо говоря, в каком-то резком действии тебе надо оттянуться, ну, и нога проскальзывает, кроссовок, и получается, скажем, ну, не совсем приятная вещь. Ну, в принципе, если вот вкратце, то мы готовы. И сейчас можно немножечко пробежать. Так, давайте. Все, побежали пару кругов в легком темпе. Последний раз я играл в волейбол во время обучения в университете, но тогда это было обязательным условием получения зачета по физкультуре, поэтому удовольствия от игры я не получал. Сейчас мне уже не терпится взять мяч в руки и сделать первую подачу. Давайте посмотрим, какие навыки сохранились спустя 7 лет. Какая тренировка? С чего начнем? Так, ну, для начала мы начнем с выполнения верхней передачи. Вот, скажем, объясню нюансы некоторые. При выполнении верхней передачи мяч должен, скажем так, находиться, что называется, в зените, то есть перед собой, ровно над головой, скажем, вот в этой проекте где-то. Руки надо держать, что называется, у связующих треугольником. Вот треугольник, получается, вот примерно в таком положении пальцы напряжены. И при выполнении верхней передачи нужно выпрямить две руки одновременно, чтобы мяч полетел точно в цель, куда ты хочешь паснуть. Сейчас мы с вами это попробуем сделать. Давайте попробуем. Так, вот, то есть вот мячик, и получается вот при выполнении передачи, вот я его буду пасовать здесь, и руки у меня также стоят вот в таком треугольнике. То есть они у меня напряжены, я сейчас сделаю передачу вам, вы попробуйте сделать передачу у меня. Так, давайте попробуем. Давайте. Вот, чуть-чуть постарайтесь, чтобы мяч был не здесь вот, а вот тут, над головой, и пальцы чуть-чуть пожёстче, и мяч полетит туда куда надо. А палец так можно выбить, если всегда? Ну нет, это слишком легко и просто. Ничего, ничего. Так, давайте попробуем ещё раз. Да, давайте. Вот, отлично. Оп, ну, уже есть прогресс, так что всё хорошо, всё идём в нужном направлении. Так, а как вот, если тебе идёт передача вниз, как вот отбивают руками? Как правильно вообще руки надо сложить, чтобы не сломать себе ничего? Ну, сломать это, скажем, ну, можно, конечно, были случаи, но сломать сложно. При приёме снизу или при выполнении нижней передачи нужно, чтобы мяч у тебя был вот в этой проекции. То есть, получается, да, вот этим местом отсюда. Вот, до сюда. Вот. Руки должны быть у тебя перед собой, то есть ты должен видеть вот так руки и мяч. Чтобы правильно сделать руки, надо одну сложить ладошку внутрь и завернуть пальцы. Вот. И руки обязательно вместе. А, у меня не сходится. А вот надо, чтобы свелись. Вот. При выполнении верхней передачи мяч должен быть, ну, выполнять передачу не здесь, не здесь, а вот. То есть в этой средней проекции, то есть ты должен видеть. И при выполнении передачи нужно ещё, ну, естественно, добавлять движение ногами. Вот так. Вот. Ну, в принципе, вот и всё. Так, давайте попробуем. Так, давайте. Я вам сейчас наброшу туда сначала. Так, вот чуть-чуть посильнее можно. Во. Так. Во время движения не отходи назад, а наоборот чуть вперёд добавляй как бы. Во, отлично. Вот. И ещё разочек тогда. Во. Чётко. Последний прям отличный был. Да. Так, ну, теперь, в принципе, можем перейти к подаче. Будем подавать подачу сверху. Это называется планер, либо флот. Чтобы подать хорошую подачу, кисть должна напряжена быть. Подавать нужно, скажем, серединой, центром ладошки по центру мяча. То есть сюда подашь, он полетит в аут. Если снизу вверх, он полетит вниз в сетку. Вот, то есть чётко в середину мяча. Чтобы подать подачу, надо будет подбросить мяч перед собой ровно. Постараться, чтобы он был у тебя в проекции вытянутой руке. Вот здесь. Чтоб ты видел мяч, и мяч был перед тобой. Потому что кинешь мяч за голову, либо далеко вперёд, подача уже будет, ну, скажем, экстренной. То есть тебе придётся исправлять мяч просто, чтобы перебить. Вот. Поэтому мы руку отводим назад. Вот. Ладонь напряжена. Подкидываем перед собой и подаём подачу вперёд. Так, давайте попробуем. Что-то у меня не получается. Пока. Ладошку прям сильно. Вот, сейчас получится. Посильнее замах. И прям посильнее туда его отправлять. Вот, отлично. Сейчас ещё чуть-чуть, и всё, полетит. Вот. Всё, супер. Пошло дело. Да, похоже, похоже, у меня начало получаться. Э. Во. Всё. Ну, я считаю, для первых, скажем так, профессиональных навыков достаточно добротно поработали. Ну, теперь всё понятно. Над подачей мне ещё нужно поработать. Но я думаю, у меня есть шанс победить профессионала, если применить маленькую хитрость. Насколько я знаю, в волейболе нельзя бить в сетку. Но я сегодня предлагаю вам нарушить эти правила и посоревноваться, кто из нас больше забьёт мячей именно в сетку. Предлагаю взять по три мяча, но поскольку вы профессионал, вам предстоит бить чуть дальше. А я буду уже с линии подачи. Всё, давайте попробуем. Давайте попробуем. Всё. Ну что, как оказалось, бить в сетку не так же, что и просто, даже профессионалу. Это точно. Привычки такой нету, попасть сложно. Но всё равно спасибо большое, что провели мне тренировку и приняли мой челлендж «Боевая ничья». Я очень рад был с вами познакомиться. Спасибо большое. Мне тоже спасибо. Очень приятно. Волейбол несёт в себе и профилактическую, и педагогическую миссию. Игровые виды спорта положительно отражаются на общем физическом развитии детей, помогает им выплеснуть энергию и зарядиться позитивом. В секции волейбола принимают ребят с 7 лет. Какие преимущества этой игры для детей и куда пойти заниматься, расскажет спортсмен-любитель, организатор волейбольных турниров Иван Нестеров. В школьные годы Иван занимался лёгкой атлетикой. Волейболом увлёкся в старших классах. За полгода ему удалось занять место в школьной команде. В студенческие годы продолжал играть на любительском уровне. Сегодня волейбол стал для него хобби, которое объединяет единомышленников на спортивной площадке. Уже несколько лет Иван организует любительские игры и проводит турниры. Записаться на тренировку может любой желающий. Волейбол повышает выносливость детей, развивает реакцию, координацию движений, ловкость и гибкость. Занятие волейболом улучшает кровообращение, развивает дыхательную систему и укрепляет опорно-двигательный аппарат. Рекомендую посетить пробную тренировку в одной из крупных школ волейбола. В Самаре их сейчас насчитывается 4. В некоторых из них проводится обучение не только взрослых, но и детей. А также игровые тренировки для игроков различных уровней подготовки. Правильное питание – залог успеха спортсмена. Предлагаю узнать, из чего состоит рацион капитана команды «Нова» Александра Чифранова. Что он рекомендует добавить в свою тарелку, а от чего наоборот стоит отказаться. Ты профессионал, ты должен держать себя в форме, то есть отказываешься от фастфудов, потому что это, ну, как минимум, это, да, это может быть психологически разгружает тебя эта пища, но она никакой полезности в себе не несет. Вот, естественно, меньше сладкого, меньше тех же самых пицц, пирожки, ну, все в таком духе. Самое главное, все есть в меру и с головой. Как говорится, в здоровом теле – здоровый дух, поэтому при занятиях спорта, неважно, волейбол, не волейбол, при любых занятиях спорта, это употребление алкоголя, никотина и там других всяких веществ, это, естественно, негативно скажется на вашем организме. Поэтому, если вы ставите перед собой высокие цели, результаты и хотите чего-то добиться, то откажитесь от этих привычек, и вам будет легче и проще жить. О значимых спортивных событиях региона расскажем в нашем традиционном дайджесте. Баскетбольная Самара одержала победу на Кубке России в решающем матче с темпом из ревды. Максим Шеликета за секунды до сирены совершил золотой для Самары бросок. Итог – 80-75. Спустя год Кубок России возвращается в Самару. Самарские дюдаисты завоевали 10 медалей на соревнованиях в Уфе. В них принимали участие 158 спортсменов из 17 регионов страны. Наш регион представили 11 человек, 10 из которых вернулись домой с медалями. Волейбольная команда «Нова» уступила Академии «Казань» в седьмом туре финального раунда чемпионата России в высшей лиге А. Новокубышевцы одержали победу в одном матче из четырех партий. «Казанцам» смогли ответить «Самарские крылья», обыграв «Рубин» с сухим счетом 5-0. Матч прошел в закрытом режиме. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы, занимайтесь спортом и всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова